так ребятки всем привет привет доброго вечера хорошего настроения продолжаем у меня продолжение я отвечаю на ваши вопросы на комментарии да многие пишут и вот все сразу в одном видео невозможно ответить получается очень длинное видео я разбила на три части может даже и больше будет не знаю некоторые пишут хорошие комико комментарии а некоторые ужасные ну что сделать вот над такими я и смеюсь комментариями но это жизнь это жизнь ничего не сделаешь да вот пишут и я не верю вообще этим блогерам но пожалуйста не верьте конечно и мы играем мы играем это кино это сериал смотрите хотите смотрите хотите нет каждый все показывает то что считает нужным каждый играет как может вы думаете все так правда вам правду расскажут кто-то правду рассказ кто-то скрывает я вам перед вами чистая рассказываю вам правду вы не хотите вы не верите но не верите и не верите и не верьте ваше право ребята так сейчас прочитаю дальше что у меня конечно больше хороших людей на канале чем плохих и спасибо вам огромное за комментарий за хороший за то что любите меня за то что вам нравлюсь вот я так перед вами открытая какая есть никакой никаких тут и hits и каких-то тут ложи какой-то тут нету понимаете все на самом деле как она есть барнюшки все хорошо он лежит напротив на диванчике на меня посматривает до творожку наелся творог сегодня у него так спасибо ребята за хорошие комментарии за поздравления спасибо вам огромное это я вам желаю тоже всем всем хорошим ребятам здоровья не болеть дай бог чтобы у вас все было хорошо с вами у вас и ваших близких выздоравливаетесь ли болеете так 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 смотрю смотрю на что отвечать так но хороших много хороших много спасибо всем спасибо жалко что барнюша не может сказать про себя конечно жалко но у него все прекрасно и хорошо он счастливый ребенок он очень счастливы у него все хорошо он сыт и он в тепле он довольна на диванчике развалился хочу показать его зову к себе барнюшка диком не он не хочет лежит на меня посматривает лапки кверху да ребятки бездомных собачек очень много но невозможно всех взять понимаете всех осчастливить просто люди бы как сказать то что дома есть у них питание какой-то остается хотели бы собачек подкармливали что-то бы им там кто-то бы можете сна взял у кого нету да конечно всех не соберешь всех не обогреешь не накормишь ну что делать жалко конечно что в россии других странах да вот такое происходит даже животными очень жаль мне очень жаль дать душа болит и когда там жила и мне постоянно было жалко этих животных вот и когда я приезжаю к маме я всегда я знаю что и кого-то встречу с собой нашу тоже покупаю у меня в сумочке да прошу прощения питание а если у меня его не да я обязательно захожу если у кого увижу зайду магазин и куплю я постоянно так делаю я просто это не афиширую с чем у меня очки спадают я постоянно их дергаю они меня прямо лезут тут вот эти вот дужки дужки дали как они расшатались так вот все смотрю что на что ответить на хорошие спасибо говорю а вот на какие-то такие вопросы я выискиваю до чтобы ответить многие пишут зачем вы читаете плохие комментарии не оправдываетесь ребят я не оправдываюсь но я должна его прочитать и должна ответить понимаете я не оправдываюсь честно вам скажу я просто объясняя ситуацию лучше ее объяснить чем как сказать недообъяснить и непонятки какие-то понимаете вот пишут некоторые ума нет блинами кормите но ты извините мария мидер мидер слушайте как ума нет в длинами кормлю а почему нет собакам дают блины это же в меру все вы вы что вы о чем вообще врачом не чуть не понимаю вообще все в меру я же его не обкармливаю на паша симпатичный мужчина спасибо жанна да ну паша знаете у него характер у паши он вообще человек вот когда я с ним познакомилась у стана смеялся улыбался да сейчас он тоже такой ну это не всегда бывает просто паша болеет понимаете надо понимать но представьте человека что-то болит-то он будет улыбаться смеяться конечно у него иногда болит я знаю у него у него давление во первых у него диабет но как он будет смеяться улыбаться иногда говорю пашнут и это как-то угрынуть представить как ну как я буду быть у меня вот болит да там ли нога у него ноги еще болят он по конечно он полный ребятах не многие Еще, знаете, говорят, вот Паше надо худеть, худеть. Вот давайте эту тему, да. Я все прекрасно понимаю. Поверьте, я готовлю. Он иногда говорит, а я это не хочу, я это кушать не буду. Я говорю, ну как, а что, я что-то другое поем. Он достает то, что ему нельзя. А то, что я сготовила, ему надо. Он это не кушает, он это не хочет кушать. Я говорю, тебе это надо есть. Он говорит, я не хочу, я потом это поем. Я говорю, ну тебе же это нельзя. Он любит сладкое. понимаете он в тихушку от меня когда я иду спать он еще сидит он очень тоже поздно ложится спать кушать сладости у него самый такой самая датака начинается это после 9 часов ну после 10 даже я иду спать я потом знаете ну стою там в сортирчик сходить но в туалетик извиняюсь что это говорю но это нормально почему нет и и думаю спущусь посмотрю света горит а иногда слышу как-то чуршит что-то я думаю пойду посмотрю выхожу он так вот прячет игру что делаешь матрион обложился у него тут и вафли и у него тут и печенье у него тут и конфеты я гу паша ты что делаешь я хочу я хочу него слова постоянно я вам скажу я хочу я хочу я груз слушай но это мало что я хочу я тоже много чего хочу но я это не делаю он постоянно понимаете кушает и уже прячет прячет от меня то же самое в машину я сажусь смотрю фантики игра кто тут это этот игру и шоколадочки всякие покупают и кушает понимаете потому что он знает что я его буду ругать я ему не разрешаю то что я знаю что ему это нельзя и поэтому я ругаю что ему это вредно я ему наоборот говорю давай салат давай то давай то я постоянно на делают вот я это не буду я это тоню не буду я это не хочу ну что я буду что я могу взрослому мужику как я его могу заставить мужику 60 с лишним лет ну как я могу заставить а насчет похудения диетовой забудьте ребят он не хочет человек сам не хочет ну что как ты его заставишь он просто не хочет и все а я не могу его заставить не знаю он не хочет ноги болят ему худеть надо он не хочет не хочешь и толстей тогда будь таким а что я сделаю я как сказать насильно человека не могу заставить уже повторяюсь говорю одно и то же да я знаю так что не ругайте так дальше муж хороший не спорю да ну всякие эти заскоки тоже бывают и у меня у него кто мы кто не без не без греха скажите мне поднимите руку кто не без греха так так смотрю читаю что на что ответить много хороших хороших видите даже не на что отвечать спасибо всем что кто пишет хороший комментарий спасибо я плохи тоже отвечают читаю ну просто когда уже чересчур там переходят все границы просто смеюся и блокируем все и удаляю а насчет электрика чтобы сделать что-то видите проблема муж мне не разрешает он не разрешает он мне сказал попробуй только я сам все сделаю игра когда сам здесь вот как вот время будет как все куплю так и сделаю он сказал попробуй только он не хочет чтобы кто-то домой приходил и кто-то тут что-то делал чтобы со мной наедине был какой-то тут мужик понимаете он ревнует у него бешеная ревность он приходит домой вот сейчас придет сегодня домой а я накрашена а он мне скажет а ты где была игру нигде а кто кто приходил что лишь кто-то нет там ходит так смотрят а это чё там а это представляете его бешеная ревность а вы говорите мужика вызови слесаря да он тут умрет если кто-то придет он с с ума сойдет если придет и тут что-то будет сделано у меня потом съест просто съест вы просто пошучу не знаете у него тоже характер он бывает что никак для понед на понед так хоть стой хоть падай олечка вы красавица спасибо спасибо большое ирина ирина да спасибо стараюсь стараюсь быть красавицы конечно чем дольше продержу тем лучше спасибо большое так читаю читаю читающую что нужно что ответить много хороших спасибо спасибо ребята очень много хороших много и есть плохие но они редко попадаются просто их по удаляла так что не старайтесь плохой писать все равно удалю а третий раз напишите и вы и вас удалю так что ребят вот я не гонюсь за как сказать чтобы у меня там прям как 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 сказать господи могу слово подобрать чтобы только хорошая прям что-то было понимаете я говорю жизнь полосатая состоит из плохого из хорошего не могу не может быть все хорошо как многие готовы на канале должно быть сюда не может такого быть ребят но представьте я только буду представьте настроение нет что-то плохо я буду вам надо снимать ты нему не сможешь я с вами делюсь душу свою раскрываю а вы мне тут это палки в колеса вставляете будьте понимая с пониманием принимайте все как есть юмором немножко посмеетесь да и все так как я точно говорю так 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 вот написала мне людмила водолеи просто не любят заниматься хозяйством это действительно знаете не то что не любит просто он болеет он устает наверное так думаю и он да он он свободолюбивый человек он он иногда с работы понимаете не идет домой идет по магазинам гуляет там что-то смотрит я ему говорю звоню говорю пашты где там кушать приготовлю то я там-то игра чего он год но я там смотрю понимаете не то что обязательно купить смотрит а потом продукты покупает вот вы горите сумками дам да он приходит но я иногда и даже и не прошу иногда да прошу ну то что прошу он купит еще то что не прошел он накупит но он такой человек он любит ходит любит ходить по магазинам он обожает это просто есть мужики не любят а он просто обожает понимаете и покупать любит продукты ну что он сам их любит кушать вот чем дело от кошек у меня никакого заработка нет ребята вы ошибаетесь я их не вижу еще раз повторяю если бы я их вязала не мне уже себе беременны были куча котят я их не вижу меня ничего на них не зарабатываю так что забудьте это спасибо кто здоровья желает вам тоже в ответку я вам желаю всем здоровья не болейте дай бог чтобы у вас в семье все было хорошо со здоровьем и вообще не надо болеть да я вам желаю тоже вы то что вы меня тоже желаете не обязательно все будет хорошо точно я точно это знаю так что ребят я снимаю для тех ребят которые с пониманием а которые без понимания тут им делать нечего я знаете даже не жалею как многие говорят все что-то мне это отписано ради бога господи вы отпишитесь 10 придет подпишутся вы что думаете как вы мне пишите некоторые а я отписано ради бога я чего вас тут держать на канате что ли буду но отписались и ладно я я даже и не пойму что вы там отписались 10 человек после вас придет или 20 или может 100 ради бога до свидания точно если кто кто-то спрашивали сколько у меня внуков у меня четверо внуков две внучки и два внука богатая бабушка и пятеро детей и богатая бабушка и многодетная мама у меня гурли першит так так читаем смотрю смотрю да сейчас тяжело ехать куда-то правильно говорят сейчас тяжелое время я не могу срываться куда-то лететь и мама правильно моя пожилой человек правильно она рассуждает тоже говорит уедешь а вдруг что-то случится знаете знаете надо ехать тогда когда все нормально спокойно в минуту как бы более-менее устаканится простите чудо мне про юмор жить помогает правильно так она и есть спасибо вам китики тина юмор жить помогает так она и есть а люди кто без юмора это сложно жить вам найти это правда как можно жить без юмора человек с юмором смеется он только дольше живет а если вы будете такие серьезные и все воспринимать никому не верить это знаете ничему хорошему не приведет на позитиве быть немножко так чё там такой котята там носятся вы говорите там плохо им да им там хорошо господи мне пишет раиса бон знаете странно все это вы подождите знаете странно все это вы не понимаю вообще вы бы радовались что уделяет вам внимание пишут комментарии как я радуюсь деки радуюсь спасибо но только когда мне пишут плохие комментарии извините чему радоваться если меня меня угрожают до того да хоть что мне уже угрожают это чё как я буду радоваться таким комментариям когда мне угрозы идут в мой адрес как им радоваться извините меня ужас пишут драйса вы это почитайте комментарии если их там не удалила и вы мне такое пишите радоваться я должна странная женщина странная правильно пишут не обращайте внимание я не обращаю ну просто вот я вам прочитала к такой комментарий пишут странно он там такими я и смеюсь как раз так так читаю читаю дальше правильно никуда пока ехать не надо сейчас очень опасно сейчас нельзя никуда ехать сейчас такое время знаете пускай немножечко его стаканится все да какие проблемы прививку сделали все мне две прививки скоро третью надо будет делать и что до него не в прививке даже ребят дело не в прививке дело дело что как сказать четвертая волна идет и просто границы закроет вот и все и что потом и что и когда это все потом будет я уже раз уехала и потом еле обратно приехала мне пришлось на берлин это это был последний самолет понимаете а потом месяц все было закрыт даже больше у нас тут все закрыто было поэтому я не собираюсь меня мама не такая больная чтобы и сама мама мне правильно тоже говорит не надо срываться надо нормально я не умирающая такая нужно что случится то случится но я надеюсь что ничего не случится все будет нормально и мне не дороже кошки мама моей и собака не дороже мамы моей не надо мне такое писать мама это моя мама если что-то случится я все брошу и поеду и буду с ней сидеть и найму сиделку и сама буду сидеть если надо будет я все сделаю что было маме хорошо и не думайте что я свою маму бросила как Многие пишут ещё, сейчас отключусь, многие пишут ещё, вот мама должна быть, как сказать, на первом месте. Так у меня мама и так на первом месте. Ребята, я в год по два раза к маме езжу, я в том году два раза была в год. Позапрошлым тоже два раза была, ещё позапозапрошлым тоже два раза была в год. Вот, я постоянно езжу, по-моему, не так часто никто не ездит к маме, как я, наверное, я так думаю, я замёрзла. Я всё выключала здесь, мой муж ругается, говорит, зачем потом платить, а теперь я мёрзну, понимаете. Вот, знаете, какой вот он, выключая всё, а то потом, говорит, плата придёт, замучаешься платить. Я говорю, ну заплатим, чё, какие проблемы. Так, насчёт мамы, да, если надо будет, поеду сиделку найму и заплачу, понимаете. Сюда мама не хочет сама. И вы не понимаете, мы живём в Германии, это, это, вы не понимаете, тут очень большие проблемы, чтобы человека, во-первых, я русская, я русская, муж немец, и моя мама тоже русская, ну, как я могу её сюда забрать? И мама это прекрасно понимает, и она сама не хочет. Моя мама там всё имеет, моей мамы 81 год, она до сих пор работает на даче, она до сих пор всё сама делает, она самостоятельная, понимаете, ей не надо сиделка ещё никакая, она сама всё делает, без проблем, ей помощь не нужна. Просто, что она сейчас заболела, да, но ей уже всё лучше, всё, 100%, всё уже хорошо, пожалуйста, успокойтесь. Хорошо? Всё нормально. Так что всё, ребятки, я заканчиваю своё видео, это продолжение будет следовать. Я хочу объяснять немножечко на вот эти вот, на комментарии хочу это. С Барнюшкой надо сейчас сняться. Вот он там спит, бедненький, я говорю, иди сюда ко мне.